Всем привет, меня зовут Жора, и сейчас я расскажу вам, как я провожу время на карантине, что я делаю, как вообще у меня получается оставаться веселым. Энергетиком, энергайзером таким, который я, Deep House, In The Mix, In The Mix, In The Mix, то есть вот такой вот я, вот такой дома. Весело, чтобы настроение было настроено на позитивный лад, чтобы было интересно и не скучно. Первое, что я делаю, это читаю книги. Сейчас я остановился на, как я создал Walmart, Sam Walton, и, в общем, Walmart это крутейшая американская компания, это гипермаркет, там продается абсолютно все. Консервы, колготки, занавески, мороженое со вкусом краба, там есть все. И магазин Walmart, это как, в общем, у нас США. Очень интересно узнавать и погружаться в атмосферу Америки, компаний, бизнесов этих всех, вот. Поэтому можно читать. Сейчас я вам скажу два слова, а вы напишите, пожалуйста, в комментарии, что вам пришло в голову первым делом. Итак, настольные игры. Что пришло в голову? Домино, шахматы, шашки, да, интересно. Я понимаю, что это для кого-то boring, очень сильно, не очень. Но что я вам скажу, если настольные игры могут быть интересными, как вам такое? Поэтому можно в коронавирус и в карантин играть в Дженгу. Ой, ёпт! Спорт никто не отменял, поэтому делаем превращение. А теперь тренируемся. Сначала отжимания, потом пресс. Погнали! Чук-чук! Ух-пух! Пора будет Томас! Ту-ту-ту-ту! Вот так вот! Шварценеггер, на отдыхе! Шварценеггер, на отдыхе! А теперь прыжки! Выпрыгивание! Ух-ху-ху-ху-ху! На сегодня спорта достаточно. Перейдем к другим занятиям. А если у тебя дома где-то лежит музыкальный инструмент, который ты купил, но так и не научился на нем играть, коронавирус и карантин — это вутокенная возможность научиться играть на том самом музыкальном инструменте, который ты хотел освоить. На ютубе есть куча обучающих материалов и видеоуроков, и можно научиться играть на любом инструменте с легкостью с нуля. Эта песня посвящается коронавирусу. Готовы? Сколько можно это всё терпеть? Сколько можно дома сидеть? Можно петь, просто встать и начать орать! Ааааа! Сколько может это длиться? Коронавирус, иди! Отсюда. Ну и как вы заметили, может кто-то не заметил, может заметил, кто смотрит меня, тот заметил. Я отращиваю бороду, вот чем я занимаюсь в карантин. Вот она у меня такая шелковистая, ну тут правда прыжки, конечно, тут и тут прыжки, но когда она станет большой бородой, я сбрею себе на лысо голову, и у меня будет вот-вот-вот, ну так вот, волоса лысо, вот как сейчас. То есть я поменяю вот подбородок на голову, ну так. А знаете, чем я ещё занимаюсь в карантин? Я изучаю английский язык, и это... Not bad, I think so. Я читаю вот такую вот книжечку, то есть это один из вариантов, как я изучаю английский, вот. Самые лучшие английские анекдоты. И здесь много-много-много анекдотиков таких коротких, что я прочитал, я отмечаю галочками, вот. Хочу прочитать вам один смешной анекдот, давайте. Men go shopping to find what they want. Мужик идёт в магазин, чтобы найти то, что ему нужно. Women go shopping to find out what they want. Женщина идёт в магазин, чтобы понять, что ей нужно. Американский юмор. Английский. А ещё я изучаю английский посредством просмотра Russia Today, это русский канал на английском. Его показывают в Америке, в Европе, везде. В общем, можно слушать английскую, американскую речь и учиться. Практиковать аудирование, чем я и занимаюсь. Интервью какое-то, дядьки с тётиками вещают. Я читаю не одну единственную книгу. Вот, например, у меня есть вот такая вот реклама «1001 совет». Ну, потому что я учусь в колледже на специальности реклама. Это мне нужно. И учу чисто вот для себя, учу, читаю вот Станиславский и Гиппиус. Полный курс актёрского мастерства. Вот столько прочитал. Читаю такое, читаю такое и между книжками переключаюсь. Слушайте, а почему видео стало вертикальным? Я знаю. Потому что, ребята, в карантин я начал вести свой ТикТок. И сейчас хочу показать вам несколько своих самых удачных видео оттуда. Также можете, пожалуйста, подписаться на мой ТикТок. Он вот тут будет. Или вот тут вот на чёрном фоне, или вот тут вот на чёрном фоне. А сейчас видосики с ТикТока. Сейчас отвечу. Нет. Мистер Проппер пинь-пинь-пинь. Дунь-дунь-дунь. Самому придётся опять убирать её. Всем привет! Вы на канале Фарайз. И девчонки, мы сегодня покажем вам... Мы должны оставаться мыми, а не оними. А я думал, что он останется оном, а она оно нам. Я буду падать. Но когда я встану, я буду падать. Без луна можно быть первым. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конюшен? Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Многие спрашивают, где ты так классно научился рисовать? Сейчас покажу. На самом деле это очень сложно, я сижу по несколько часов. Если я тебя сейчас удивлю, пожалуйста, нажми на лайк и подпишись. Я люблю пельмени с мясом. Я нашел для себя в ТикТоке очень интересную вещь. В Ютубе я, в принципе, такой, какой я и в жизни есть. А в ТикТоке я начал придумывать разные сценки, начал играть там роли. То я в роли матери, то я в роли трудовика, то я в роли маленького мальчика. И это все развитие, развитие себя, развитие себя как актера. Почему я читаю Станиславского, работа актера над собой? Потому что мне интересно быть актером, а на Ютубе я себя не проявлял так. А ТикТок, он дает невероятную мотивацию что-то делать, потому что ты получаешь обратную связь сразу же, как ты выложил видео. Сразу люди начинают писать, комментировать. А, блин, смешно, даже за... В общем, ребята. Еще не поздно. Если вам интересна съемка видео, если вы боялись раньше, хотели стать блогером, становитесь блогером в ТикТоке, потому что он вас приятно порадует. А еще я вам по секрету сейчас кое-что скажу. Вы можете включать музыку свою любимую настолько громко, насколько хотите, потому что коронавирус и соседи не придут вас убивать, как это происходит обычно. Знаете почему? Коронавирусы не побоятся. Да. А если вдруг они будут стучаться к вам в дверь, вы можете сделать вот так. Смотрите. Разыграем сценку сейчас. Музыку выруби свое. Быстро у нас дети спят. Это обед. Сейчас открою, подождите. И все, и он убежал, потому что он подумает, что вы с коронавирусом. Берем на вооружение. Надеюсь, что у меня получилось тебя развеселить, и я сделал твой день чуточку краше. Это, слушай, для меня очень важна обратная связь. Если тебе понравилось, если тебе что-то захотелось, пожалуйста, напиши в комментарии. Я абсолютно все комментарии читаю. На все адекватные комментарии отвечаю. И люблю каждого своего подписчика. Поэтому пиши, подписывайся, и скоро будет много разных видосиков. Также пользуйся всеми перечисленными советами и радуйся, даже сидя на карантине. Все. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока. Как вы поняли, мозг не нужен, чтобы снимать в TikTok. Субтитры сделал DimaTorzok